так доброго времени суток я хочу быстрее закончить с циклом относительно видео потому что множество работы все что видите там у меня сзади за спиной у меня куча пакета зерна и всего остального ждет и посадка и все значит я по быстренькому сейчас закончу с видео займусь своими делами а в это время вам что-то включу послушать сейчас буду повествовать про фильтры значит фильтры фильтры давайте послушаем что мы с валентином там на общались про фильтры значит случилась какая ситуация человек который раньше продавал пакеты с фильтрами у которого все покупали взял скажем так поменял место работы переехал в другую страну вот он переехал в другую страну а фильтров пакетов фильтрами вдруг не стал поэтому посыпали звонки мне относительно пакетом но свое время вообще от пакета с фильтрами я отказался моя технология я работаю на пакетах без фильтров потому что это вот эти фильтры это не оправданно фильтры такой большой площади они дают инфицирование не ввиду недостаточности или плохого вашего процесса производства они дают инфицирование из-за самой самой технической неполноценности вот этого фильтра большая площадь которая абсолютно не нету надобности в таком большом фильтре она становится источником инфекции вот в пакетах с мицелия поэтому я от них отказался и работаю вообще на пакетах без фильтров то есть фильтры приклеиваются последнее время то есть последний момент когда уже все манипуляции по инокуляции там изготовление перемешивания уже закончены вот тогда приклеиваются фильтры значит вот они предварительно происходят стерилизацию вот сами фильтры ничего не нужно изобретать вот не будем рекламировать вот производителя фильтры покупайте подороже вот эти косметические спонжики подороже берите они более качественные и потом увидите почему попробуйте сразу вот ну я все равно по естественно их подаю стерилизации поэтому сейчас я подготовил вот эти наборы фильтры сейчас они пойдут в отклад подтверждение моих слов вот показываю вам мешок я мешки завязываю вот таким вот образом мне они нет времени там играться с каким-то запайщиками это все никому не нужно вот этот цирк быстрее всего взял связал пакет находится то есть да не пакета зерно инокулированные вот видите это зерно которое стерилизовалась это маркер качество перемешивания вот это черное ну и вверху там находится вот эта порция она видит немножко другой оттенок имеет порция значит мицелия для инокулированный вот этот пакет после всех манипуляций которые будут сделаны с этим пакетом в дальнейшем я приклею уже фильтры и поставлю их на вот на инкубацию вот сейчас продемонстрирую другой вариант вот здесь видите так вот выглядит уже готовый относительно фильтра по ходу если там что-то я не договорю я в конце добавлю а сейчас пока включу наше общение с замечательным человеком валентином который множество знает чего интересного и вот послушайте что он будет здесь рассказывать значит что относительно дырочек значит дырочки тоже проводились разные эксперименты и первичная дырочки просто после обработки вот этого места спиртом я их прожигал значит тонким паяльником то есть делали дырки дырка получалось круглая ну и большая хорошо они дышат через эти дырки но есть один недостаток все-таки через такую большую дырку инфекция проникает и проникает она объясню почему и почему эта проблема уже склеенными фильтрами на пакетах я вам объясню откуда почему они мне не нравятся потому что инфекция проникает не из-за значит движение воздуха через сам фильтр а в процессе вот автоплавирования и влажности и сам фильтр получается влажный и тут получается микробная диффузия понимаете инфекция по влажному вот этой вате там который с фильтром сделано она просто туда как прорастает она не воздухом движением туда проникает она продвигается я уже не говорю о мокром фильтре если фильтр где-то там около стенки он чуть-чуть подмег это уже сто процентов что она туда просто проникнет из воздуха диффузирует инфекция в смысле инфекция вот и поэтому и поэтому все мероприятия по такое у меня революционное видение вот на весь этот процесс потому что целая индустрия подготовки пакетов существует в мире а я от нее отказался полностью полностью на основное свое производство установлено на своих пакетах теперь с дырками вернемся вот что я говорю вам на дырке получается такая история что через большую дырку вероятность того что инфекция проникает тем более мы накладываем на фильтр это вата по сути дела чуть-чуть там прессовано а вот то после нескольких партий и все-таки небольшого количества брака который я замечал я перешел еще к одному моменту интересному то есть дырка делается не прожигается и не пробивается обыкновенной иглой а дырка делает вот сама вентиляция делается пробойничком он изготовляет из корковой пробки на которой запихиваются по радиальной и там по центру большие иглы от шприцов получается немножко такая рутинная если вам большое количество нужно этих пакетов то должен быть кто-то кто будет их делать вот и смотрите сама игла вот именно от шприца не простая игла круглая а вот шприцевая то есть в конце срезом она делает не дырку она делает полумесячный клапан понимаете да 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 если посмотреть на нее под увеличительным стеклом то мы увидим что там прорезанный полукруг из этого да а сбоку там держится и у нас получается вот такой клапан вот этот клапан он ровно достаточный для того чтобы у нас происходило движение то есть дыхание пакета и мицелия внутри и в то же время у нас не ходит ветер через вот этот клапанированную дырку понимаете и вот таким вот образом получилось вот субъективу идеального состояния изготовления вот этих пакетов то есть на пакет нужно взять на фильтра два двух сторон пробовал я одностороннюю но недостаточно в другом месте я и фактически я делаю 4 700 у меня еще с объемами у меня такая получается более полная закладка вот на шесть я тоже хочу переходить вот пока делаю так как то у меня получается 4 килограмма и вот смотрите что у нас происходит перед тем уже мы перемешали сам пакет наклеивается фильтр пробиваются вот эти дырки в каком-то месте где он будет там находиться потом сверху крест-накрест приклеивается скотчем вот сам фильтр и для дыхания с внешней стороны можно применять опять же или тот же пробойник но две вот эти полу местообразные дырки дают тоже слабое дыхание и немножко мицелий дышит тонковато поэтому вот верхний слой я действительно прожигаю вот есть такой тонкий паяльник там для телефона там стоят и он тоненьким постоянно нагретый и уже фильтр там заклеился скотчем заклеился и там делаются тоже радиальные дырочки но немножко больше и вот в таком состоянии это прекрасно себя чувствует прекрасно дышит и вот так вот делаю пакеты сейчас что хотел перфорации делаю на пакетах ну для грибов когда уже выращиваешь да пластический хвост назывался он ага ну делали ножи брали с этого и сокожный нос брали сгибали его ну и сам сам хорош сгибали получался ну какое рогатство вот V-образное вот V-буква латыньская ну ну и раз это да и потом пробоем положили пакеты что тут положил там на деревяшку угу угу это ерундой и получается верх клапан держится а с бока пролезаны получаются абсолютно верно я например вообще на самих пакетах я придерживаюсь того что я делаю надрезы так лучше все таки держится влага внутри пакета и ну вот так вот лучше я например не я делаю просто перфорации 9 перфораций у меня 12 варонов вот 45 на 90 варонов ну получается 45 на 65 ну ну вот 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 у меня ж не скотча ничего степунда мешок без всяких веревок без всяких ерундий угу это подвешено что это состояние вот вот что это ну перфорации я делаю ровно почему потому что они висят во-первых лёгко все время втягу и расширяется это раз ну у меня микроклимат ну управление автобусическом движении поэтому она не подтекает ничего ну на каждом периоде зарастания меняешь всего меняешь ему влагу меняешь наинкупирую вот значит такое общение у нас получилось из которого вы должны были понять происходящее значит еще раз подытожу чтобы снова и снова не отвечать на этот вопрос про фильтры значит вот пробойник да поняли вот он пробойник вот вот медицинские иглы от шприцов которыми делаются перфорации значит вот бутылка со спиртом ну сейчас он высох но потом он сюда появится значит пробка помещается сюда для обеззараживания самих игл вот таким вот образом взбалтываем очень хорошо корок корковая вот эта пробка она сама не намокает никогда и в то же время вот очень легко их время от времени обрабатывать спиртом в дальнейшем что происходит где у меня какой-то целлофан целлофан ну на чем здесь продемонстрирую вот на простом пакете вот продемонстрирую на вот этой пленке вот допустим что вот это пакет да в нем находится зерно поместим туда вот зерно да вот оно зерно вот нам нужно теперь все там перемешали сделать фильтр просто на этот пакет значит где берем фильтр ну фильтр ну фильтр я стерилизую как я уже сказал вот по клаве перед значит и вот как происходит процесс поклейки вот берем пакет с зерном перемешиваем вот это место обработали спиртом вот куда будет приклеиваться пакет фильтр проделали перфорации перфорации в самом кулечке вот здесь перфорации наложили фильтр фильтр и что дальше ну и вот ну вот фильтр дальше приклеили скотчем так и вот так приклеили потерялся здесь окончание сейчас буду долго искать вот значит приклеили скотчем все вот фильтр у нас готов ну понятно еще же как он же будет дышать мы здесь скотчем все заклеили так вот для того чтобы он здесь дышал для этого применяю я паяльник вот здесь прожигаются дырочки для того чтобы полноценно происходил воздухообмен вот этих клапанных дырочек вот достаточно ровно для того чтобы здесь воздухообмен происходил полноценно а вот если во внешней мембране то есть в этом скотче мы проделаем просто пробойником дырочки то произойдет следующий процесс я специально сейчас вам его продемонстрирую что произойдет найдем очень показательно я демонстрировал вам пакет вот посмотрите что происходит видите вот это не испорченный это хорошо спростерилизованное зерно но которое обросло но эти пятна это ничего страшного вот хороший значит вот это нормальный мицелий но вот здесь посмотрите детально я показывал только что пакет с этим фильтрами где проделаны дырки паяльником большие а здесь вы их почти не видите потому что здесь перфорации именно были пробиты вот 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 этими иголками и из-за слабого движения воздуха вот в этих зонах видите вверху из-за плохого воздухообмена эта зона просто вообще не имеет желание зарастать это можно исправить если мы возьмем здесь проделаем ту же самую процедуру приклеим еще один фильтр сверху то эта зона тоже зарастет потому что как вы видите она стерильная никакая инфекция и плесень здесь не образовалась но мицелий сюда прорастать не может и не хочет потому что ему не хватает полноценного дыхания вот исчерпывающий уже мне кажется материал относительно фильтров поэтому смотрите и не спрашивайте и не говорите о том что вы чего-то не слышали потому что больше уже нечего на эту всю тему добавить самое главное такая система позволяет не зависеть от никаких внешних производителей не выбрасывать лишние деньги на покупку каких-то заумных там сверх архи фильтров там пакетов и всего остального потому что для любого человека для любого производителя важна себестоимость конечного продукта грибов или этого же мицелия то зачем нам в себестоимость добавлять такие ненужные процедуры мы можем эти пакеты делать самостоятельно довольно таки не сложные мероприятия и оно самодостаточное для того чтобы производить мицелий для всех нужд предприятия и если позволяет возможности технические навыки то производить там этот мицелий там на продажу и так дальше это уже вопрос совсем другого плана надеюсь вы меня поняли так что следить дальше за каналом будем что-то новое придумывать делиться ну и так дальше всем вам всего самого наилучшего с вами был Макс Селлер на канале FannyMarshumSchool до следующих встреч убедить все теперь надо паницу это раппли это в там до Продолжение следует...